Здравствуйте, друзья! Вот такая красота у нас сегодня на обзоре. Новинка от компании FLAGMAN. Хотя могла быть от Сабанеев. Но вы меня поняли. Sherman Pro New Generation. Маховое удилище, маховая серия. Универсальных махов. Вот в таком небесном цвете. И давайте ее рассмотрим. Что она из себя представляет. Что это такое вообще. Что у них за строй. Какой вес, диаметры. Сейчас я попытаюсь сегодня померить по дотошней. Все диаметры бланка и так далее. Потому что на рынке они неизвестны. Появились недавно. Сразу хочу сказать, что магазин Multifish, мой магазин, он является официальным представителем компании FLAGMAN. Азура Карпро в России. Вы можете заказать удилище у нас. По программе лояльности вы получите лучшие условия. Бесплатные доставки и тому подобное. И что самое важное, что я говорю практически в каждом последнем из своих роликов, крайнем из своих роликов, это то, что только подписчики на социальные сети, странички моего магазина Multifish, имеют право в период акции получить до двух запчастей в год на любые удилища бесплатно. Абсолютно. И даже если вы живете в регионах, мы вам отправим бесплатно. Вот только что мы отправляли несколько, порядка 30 хлыстиков для спиннингов Dive, которые были у нас куплены. Дальше. Значит, давайте вернемся, как говорят, с нашим бараном. И, значит, серия маховых удилища флагмана Sherman Pro New Generation. Все, наверное, New Generation узнают о фидерах, а вот о махах я сегодня расскажу. Значит, удилища универсальны, достаточно мощные, сделаны из карбона 30 тонн. Но они рассчитаны, были и рассчитаны сейчас именно на большинство рыболов, которые ловят и карася, и карпика небольшого там, да, даже если попадется там на 2-2,5 килограмма, она спокойно, способна выдержать даже и такой вес. Но, опять же, в подсачник рыбу в руку не принимаем и тому подобное. Но удилища довольно с хорошим запасом прочности. Но, как вы понимаете, я должен оговориться, чтобы потом претензий каких-то не было. Запас прочности он есть. Как я в своих роликах говорил, даже на мой лидер 7 метров, который весит 196 грамм, выводит карпа на 4 килограмма, то здесь, как говорят, сам Бог велел. Эта удочка намного мощнее. Но и такую удочку можно заломать, если рыболов неопытен, если он ошибается, если он принимает там полкилограмма, на полкилограмма или на 300 грамм карася в руку, то есть такого делать нельзя. Ну, начнем. Значит, удилище выпускается в длинах пока 5-6-7 метров. Комплектуется полом жестким хлыстом. Привитой хлыст, я думаю, мы подберем, если кому это нужно. Вот такая вот пробочка пластиковая, но заглушечка, но она приятная, она не залипает. Внутри с нее неопрен, для того, чтобы колено не бились. Ну и, в принципе, она сжимается слегка, когда заходит в комель. Все колено имеют усиление. Сейчас я вам покажу. Ну, давайте хлыст сначала покажу, раз уж о нем заговорил. Вот такая вот бабушечка тут приятная. Но она не нужна, это транспортировочная, чтобы колено не бились. Ну, вот такой хлыстик. Коннектор, коннектор сюда полтора миллиметра подходит. Рекомендую брать только коннекторы Stonfa Elite. Только они надежные и долговечные. Каждое удилище комплектуется, снабжается вот такой пробочкой с внутренней резьбой. Вы, наверное, намек помните, что на моих лидерах точно такая же пробочка с внутренней резьбой, чтобы сэкономить вес на внешней втулке, которая, в общем-то, не нужна, потому что достаточно, если колено имеет усиление, то никто из рыболовов бить вот так не будет, помним, об какие-то там острые предметы. Но вот здесь, видите, это похожая пробочка с дырочкой для слива воды. И по поводу усиления, видите, здесь выполнены стыки с усилением. Хорошо проработаны они и отрезаны, и отшлифованы. То есть ничего здесь уголь в момент, когда рыболов будет долго туда-сюда убирать, там на год, два, три, пять, спокойно этой удочки хватает. Здесь не будет сыпаться уголь никакой. Если кто купит, откроет, посмотрите, здесь очень гладенько все и специально обработано. То есть даже если вот так вот закрыть глаза, да, и не сказать, какая это удочка, в первом мне, что приходит в голову, это маверские, итальянские, регласовские удочки, которые обработаны специальным тефлоновым покрытием. Здесь, конечно, тефлона нет, но качество шлифовки хорошего завода, где, опять же, я тоже выпускаю свои удочки, но это не будем называть свои, вот, они достойны уважения, да, то есть удочка надежная. И вот здесь очень высоко выпирает усиление, то есть проработано достаточно плотно вот это вся, весь момент, то есть удочка действительно мощная и универсальная. Значит, давайте померяем транспортную длину, она одинаковая у всех и составляет 136 сантиметров. Я их знаю, конечно, наизусть эти параметры не первый год работают, по проектированию, но это я меряю, чтобы это именно для наглядности, что все это видели, что, что называется, не голый фактор, да и, в принципе, человек я, слава богу, живой, ошибиться все могут. Значит, опять же, диаметр бланка в месте хвате, вот в месте хвата, вот в этом, значит, пятерка, пятерка у нас 210, ну, 21 точнее, 21 миллиметр, шестерка, 23 миллиметра и семерка, 25 миллиметров. Значит, удилища все имеют средний быстрый строй. Чехол простой, экономить на нем, скажем так, до разумных пределов можно, потому что есть чехлы дорогие, которые увеличат стоимость серьезно, поэтому здесь достаточно такая простая синтетический материал, простой синтетический материал с качественным швом, как на Hiderach Sherman Pro New Generation, у кого они есть, тот поймет. То есть, простейший чехол, не пахнущий, не намокающий, потому что материал полностью синтетика, ну, и, соответственно, с клапаном на завязку. То есть, ничего здесь такого нанотехнологий нет. Давайте, наверное, сейчас туда уже разложим, удочки потрясем, и посмотрим на их строй. Продолжение следует... Так, господа, давайте нагрузим, но я сначала покажу строй. Смотрите, видите, средний быстрый строй, то есть он не быстрый, палка не быстрая. Средняя быстрая палочка, хорошо работает, да, до середины бланк. Ну, давайте нагрузим, смотрим параболу. Но все-таки не нужно забывать, что уголь здесь 30 тонн, это не самый дорогой уголь, но то, что можно было из него сделать, это вот сделали. Смотрите, да, ну, мощность чувствуется. То есть, это универсальная палка для, в принципе, любого любителя рыбалки на практически любую рыбу. Тонкий бланк, что важный очень момент, да, то есть, скажем так, бланк, диаметры бланка достаточно тонкие, соответственно, парусности будет меньше при забросе, да, и при ловле, если с руки ловить. Имейте в виду, я вот не сказал раньше, да, то есть, Sherman Pro у нас же раньше были махи, да, у флагмана, а теперь вышла New Generation. Вот если сравнивать эти две серии, старые и новые, да, под аббревиатурой New Generation, они гораздо интереснее, поэтому вот имейте это в виду. Гораздо интереснее по весу и по строю и по всему, по балансу, самое главное, кстати говоря. Вот, ну, не назову я их сопливыми ни капельки. Такой честный, средний, быстрый строй. Вот, смотрите, у меня в руках шестерка. Да, ну, абсолютно нормальный. То есть, для поплавочки, там, ну, вот шестерка, она бросит от, где-то, ну, вот грамм, все, она уже бросает. Ну, вот строй, смотрите, одинаковый, средний, быстрый. Да, я жестко очень сейчас держу верх, практически вот двумя руками даже кисть болит, поднимая вверх, чтобы вы увидели, да. Ну, и семерочку сейчас нагрузим. Ну, вот семерочка, баланс у нее очень, очень приятный баланс. То есть, в руках держишь, баланс хороший. Баланс хороший. Но, кстати говоря, вот она весит легче, чем фотон. Вот, если сравнивать, да, семерка фотон телеса Банеев, она весит легче. Но в руках она лежит чуть тяжелее, чем фотон. Ну, я бы не сказал чуть, ну, тяжелее, да, скажем так. Ощутимо тяжелее, не критично, но ощутимо тяжелее, чем фотон. Вот, но если сравнивать с лидером, который весит 196 грамм, да, меньше, чем этот, да, он, естественно, намного приятнее лежит в руке. Это легкая палка лидер, да, и так далее. То есть, это именно универсально. Но зато ее плюс New Generation Шермана, да, в ее универсальности, в ее практичности, скажем так. Так, вот, толстые колена, усиление мощное, то есть, карпа, вот, смотрите, видите, я прям со всей, прям, практически, вот, дальше уже просто руке больно будет кисти. Вот она не ломается, мощная палочка. То есть, кто хочет универсальную, чтобы не особо думать, сломал, не сломал, ну, так, в разумных пределах, конечно, пожалуйста. Вот Шерман Про New Generation, смело берите. Ну, господа, крайне важный момент, это вес, конечно, для всех. Ну, давайте взвесим, потому что я не доверяю каталожным весам, каталожным данным, да, вот, реально взять и взвесить, значит, пятерка, да, Шерман Про New Generation. Вес, весы четкие, в плане 128 грамм, вы видите, да. Шестерочка, шестерочка, флагман Шерман Про New Generation. 180 грамм. Да, 180 грамм. И семерка. 238 грамм. Помните, я вам говорил, что лидер 196 грамм, он, конечно, намного приятнее лежит в руке, да, и просто невесомо чувствуется, да, и, а фотон Сабанеев 270 весит, но, тем не менее, что интересно, фотон Сабанеев в руке лежит гораздо приятней, чем Шерман Про New Generation. То есть, Шерман Про чувствуется, но это за счет мощности. То есть, если сравнивать фотон, вот, кстати, будут подразумевая вопросы, да, предугадываю, что если сравнить фотон Сабанеев, фотон Тели, да, и Шерман Про New Generation в семерках, допустим, ну, и в целом, какой мощнее? Шерман будет мощнее. То есть, если вы крупную рыбу ловите, то, да, берем Шерман New Generation. Я имею в виду крупную, это карпа, крупного карася, там, выдирать из травы и так далее. Если это бели, реки, водохранилища, да, это тогда фотончик. А если вы умеете хорошо обращаться со снастью и хотите действительно деликатности, и прямо вот, чтобы у вас удочка была топ-класса, самого высокого класса, самого дорогого угля, а это лидер Сабанеев, пожалуйста. Господа, все все увидели. Я думаю, вопросов уже, наверное, не осталось. А если остались, то вы можете позвонить по телефону магазина Multifish, вы можете заказать обратный звоночек, там есть такая кнопочка, правый верхний угол стартовой страницы, под номерами телефонов написано «заказать звонок». Тогда мы, кто-то из наших менеджеров, вам перезвоним и все объясним. Вы на это денег тратить не будете. Также у нас работают чемпионы мира. Илья Калачев, чемпион мира по фидеру, ваш покорный слуга. Менеджеры, все профессионалы своего дела. Поэтому, скажем так, я гарантирую о том, что вам подберут снасть идеальную, что вы потом скажете спасибо, напишите отзыв. Я очень надеюсь на это, потому что за много лет работы магазина, нареканий на то, что людям подобрали неверно снасть, у нас не было. Более того, как я ранее уже говорил в других своих обзорах, что мы часто отговариваем людей покупать даже дорогие удочки. То есть, человек выбрал себе дорогую удочку, условно, там за 20 тысяч какой-то, приходит, мы узнаем у него его условия ловли, понимаем, что ему такая удочка не нужна, либо он ее просто сломает очень быстро, допустим, там какой-то топ-серию легчайшую на карпа он берет, понятно, что он ее заломает, и он начинающий. И мы не впариваем его, не для того, чтобы продать магазин, заработал на нем деньги, мы, наоборот, его отговариваем о дорогой покупке в пользу дешевой, более бюджетной какой-то там серии, которую мы знаем, что он будет ловить долго и радоваться, а потом придет еще к нам еще раз, потому что если мы его продаем первый раз, то мы его больше не увидим. Это второй момент, а самый важный для меня, как для руководителя, первый момент, это то, что для меня очень важно, чтобы наши клиенты, наши покупатели, к нам, скажем так, у них в душе было спасибо для нас, да, они были нам благодарны, чтобы у нас не было никакого негатива, а был только позитив к нам. Поэтому если человек говорит нам спасибо, это говорится искренне, а не формально, как там до свидания, спасибо и все, да, то для меня это самая важная награда. Поэтому я верю в Создателя, верю Всевышнего, знаю, что, и убежден в этом по многим фактам, что, скажем так, в другой жизни нам все воздастся, и здесь стараюсь жить максимально честно и честно, от слова честь даже. Поэтому, значит, это отвлекся, да, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на странички магазина Multifish в социальных сетях, вы будете получать, будет у вас возможность получить две запчасти в год бесплатно по акции, в период действия акции. Ну и, соответственно, очень вас прошу подписываться на канал, на YouTube канал, да, ставить спасибо. Ну и, скорее всего, мы скоро, возможно, перейдем еще на Rootube, да, но это пока дело не быстрое. Так что всего вам хорошего, доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok